Господи помилуй, а ежепослать им ангела мирно, спутника и наставника, сохраняющая, защищающая, заступающая, невойдима, соблюдающая от всякого зла. Господу помолимся, Господи помилуй. В путь тронулись с Божьим благословением. Дорога не обещала быть легкой. Особого внимания требовали автоветераны, ретроавтомобили исторической части пробега. Передвижение по Москве проходило сложно. День победы позади, и пропускать военную колонну москвичи не спешили. Потери команды клуба, они сражались за родину, начались еще в Самаре. Боевые потери у нас фактически разбиты полностью. Машина дочь Володя Захарова, тяжело ранен его брат, его друг. Они тоже офицеры, они ехали на парад. Трагически были ранены из-за пьяного хулигана, который врезался в них. И сегодня их нет, но мы вчера им послали селфи. Мы написали, придумали, отправили по дороге, что Володя, ты с нами, а мы с вами. То есть они здесь. Даже маршрут, по которому мы сегодня ехали сюда, был проложен его братом Володиным, который здесь секундомером все это вымерял, высчитывал для нас. С приветственным письмом к участникам автопробега обратился премьер-министр Дмитрий Медведев. Он лично одобрил идею проекта «Знамя Победы», отметив, что экспедиция укрепляет преемственность поколений и дружбу между народами. Идейный вдохновитель «Знамени Победы» Александр Фетисов считает символичным то, что автопробег фактически стартует с поклонной горы. Это наше общее прошлое и наша история. Наш клуб, они сражались за родину. Это опять обращение к нашему прошлому. И вот особенно это интересно, я думаю, будет для молодежи, посмотреть на эту технику, прикоснуться, о чем-то задуматься. Может быть, потом почитать какие-то книги, полистать интернет, чтобы глубже погрузиться в историю. Уроки истории лидер самарских единороссов демонстрирует лично. Вместе с отцом на поклонную гору пришел Фетисов-младший. В их семье хранят свой военный архив. Я знаю, что у меня два дедушки воевали. Знаю, медали, фотографии держат. Ты видел, да? Да. Пожалуйста, они смелые были? Да. А что они защищали? Страну нашу. В тот же день автопробег продолжил путь в сторону Белоруссии. Всего участникам предстоит пройти более 2000 километров. Практически полностью повторить путь, которым бойцы Красной армии прошли с площади Куйбышева до воссоединения с Третьим Белорусским фронтом. Финальные мероприятия пройдут 17 мая в городе Герои Бресте. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, События.